О том, какая погода за окном, он узнает по телевизору и радио. Вместо прогулок по городу – пять шагов от дивана до балкона. И так каждый день. Жизнь Станислава Смагина изменилась в декабре прошлого года. Тяжелое заболевание привело к ампутации ноги. Теперь для пенсионера каждый шаг – большое испытание. С трудом передвигается на костылях и инвалидной коляске по квартире. Выйти за ее пределы не может. Подъезды не оборудованы ни пандусами, ни специальными спусками. Как со второго этажа спуститься на улицу? Потому что от балкона до спальни я могу только ездить. Ступенькам надо спускаться. Все места с гоной еще ослаблены. На костылях я могу и упасть. Я еще хожу, на костылях учусь. За решением проблемы Станислав Смагин обратился в управляющую компанию. Но здесь разводят руками. Объясняют, установить металлический спуск невозможно. В доме советской постройки не предусмотрено условия для инвалидов. Установить металлический пандус со второго этажа на улицу невозможно в связи с тем, что не соответствует лестничный пролет с воду правил. Угол наклона превышает более 10 градусов и отсутствует возможность установки металлического пандуса. Установка металлического пандуса займет большую часть ширины, что тем самым может привести к травмоопасности как и детей, так и других граждан. Также будет нарушена пожарная безопасность. Также добавляют, решит проблему переносной телескопический пандус. Но чтобы установить эту конструкцию, необходимо разрешение комиссии по обследованию жилых помещений, а также заключение мэрии. Оборудовать подъезд пенсионеру предлагают за свой счет. Денег у инвалидов едва хватает на лекарства и еду. Так куда же необходимо обратиться Станиславу Смагину, чтобы ему помогли установить пандус? И почему мужчина до сих пор остается с проблемой наедине? За ответом мы обратились в Министерство социального развития области. Ведомство отправили запрос. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Для Рабусева, Роман Боричев. Новости дня.